В этом видео мы будем разбирать очередную необычную колоду. В этой колоде есть одна отличительная особенность от остальных колод, какая вы узнаете при обзоре. Ну а сама колода называется Bicycle Bross Mind. Прежде чем мы начнем обзор этой колоды, я хочу отдельно поблагодарить магазин Cardition.ru, который предоставил эту колоду для обзора. Ну что ж, теперь мы перейдем и со спокойной душой полюбуемся на эту удивительную колоду. Ну что ж, друзья, давайте присмотримся к этой колоде, которая называется Bicycle Bross Mind. Такое вот непонятное существо нарисовано здесь, с хот-догом на шлеме, едущее на чем-то очень сильно напоминающее велик. Почему карты называются Bicycle Bross Mind? Вообще Bross Mind это такая испанская студия, где работают два брата художникам. Вот именно они и принимали участие в создании этих карт. То есть карты получились с очень насыщенными цветами, с необычными персонажами, такими необычными немножечко. То есть если, например, как на Bicycle Street Art'ах, там сразу ясно, что нарисовано какое-то розовое существо из жевательной резинки, то здесь приходится как-то включать голову и додумывать, что же на каждой карте вообще изображено. Ладно, давайте посмотрим на саму коробку и потом углубимся в дальше. Здесь вот у нас написано Bross Mind Deck. Так, изображены, собственно, два этих брата. Вот вам, пожалуйста, кстати, первый рисунок, можете подумать, что это такое. Здесь то же самое, Bross Mind Deck. И вот это вот необычное чудо. Хочу сказать сразу, что в этих картах переплелись все вот эти вот милые персонажи, юмор, ребячество и немножечко абсурда. Так что если вы творческий человек, любите о чем-то так подумать, то я думаю, эти карты дадут вам пищу для размышлений. Здесь вот на коробке написано Say Yeah. Ну, как обычно, на крышке у нас написано, что все является торговыми марками компании United States Plain Card Company. То есть открываем нашу коробочку и смотрим сами эти карты. Здесь у нас карты вообще все как бы розовые, но есть две такие вот зелененькие. Это как бы рекламные карты. То есть это здесь реклама самой студии Bross Mind, где едут вот эти два брата на велосипеде. Один орет Hello, типа Здорова. И вот они куда-то едут на величие. А здесь вот изображены сами эти братья в молодости. Вот здесь как бы написана небольшая история от этих Bross Mind. То есть это небольшая студия в Барселоне. Точнее студия, которая находится в Барселоне. И основана она братьями Менгаро. То есть их стиль это оптимизм, постоянное комбинирование фантазии и юмора. То есть их зовут Алехандро и Хуан. То есть они работали с клиентами из Найка, из Майкрософт, из Вирджин, Хонда, Лендровер, Фольксваген, Кайдробот и так далее. В общем, если вам интересно, то можете зайти на их сайт, который называется brossmind.com. Ну, теперь давайте я сначала скажу об одной особенности, которую не встречал ни в одной колоде. Это отсутствие тузов, но присутствие единицы. Вот такая вот пиковая масть, едущая на хот-доге, изображена у нас в этой колоде. Точнее, не в этой колоде, а на этой карте. То есть это карта единицы. Давайте сразу к рубашке присмотримся. То есть на первый взгляд кажется, что это просто набор каких-то линий непонятных. Ну, если присмотреться, то здесь мы видим отчетливо такие изображения всяких кубиков, квадратиков, треугольников. Здесь какой-то типа робота какого-то с руками, с глазами. Точнее, глаз такой один перевязанный, как у пиратов меткой какой-то. Нос в виде значка такого молнии, как на электрических щитах. Вот такие вот причудливые изображения здесь. То есть поначалу я посмотрел, думал, что за фигня. Потом, когда присмотрелся, думаю, здесь все-таки что-то нарисовано. Ну и так, значит, вот такая вот у нас забавная колода. То есть вот это у нас цифра 1. Цифра 2 здесь у нас, не знаю, походу это яичница. Здесь пончик, кексик, хот-дог с сыром, мороженое, хот-дог, кусок пиццы. Ну, какой-то там сэндвич, бананчик. Мороженое на велике едущее. Здесь хлопья, дама у нас, король. Это вообще реал мид, такое реальное мясо. Вот такая у нас единичка буби. То есть здесь двойка буби, такая банка с чем-то разбитая. Гравити, гравитация, что ли? Не знаю. Наверное. То есть здесь все как-то перевернуто, все вываливается на бубновых мастях. И обратите внимание, индексы на бубновых мастях тоже улыбаются. Так же, как и на пиковых. Здесь я вообще даже боюсь предположить, что это такое. Краш. Ну, это как бы что-то разбилось, по-моему, называется. Разбиение. То есть, собственно, банка разбита и нарисована. Здесь банка сплавилась. Здесь непонятно, что они хотели изобразить. То есть, вот вам, пожалуйста, подумайте на досуге, что здесь хотели они изобразить. Вот такая у нас девятка. Десятка с черепушкой. Валет. Дама. Король. Вот такая вот у нас единица. Крестовая. Крестовая двойка здесь, какие-то переключатели. Тройка, это как на рубашке. Четверка, engine, то есть, двигатель какой-то, да? Пятерка. Кнопки yes, no. Шестерка, семерка. Какой-то кассовый аппарат, в общем, восьмерка. Вообще непонятно, что хотели нарисовать. Десятка. Да, тоже стоит подумать, что здесь. А вот здесь точно кассовый аппарат. Здесь тоже, походу. Дама. Такой вот у нас король. Вот такая вот у нас единицка черви. Двоечка. Троечка. Такая вот четверка. Непонятная пятерка. Индексы опять же улыбаются. Шестерка черви. Вот здесь вообще надо подумать, что это такое. Какие-то коробки, что ли. Семерка. Восьмерка. Девятка. Десятка. Валет. Смастерил велик из дерева себе. Такая вот дама у нас. Король. И вот, собственно, два джокера. То есть, один как на коробочке нарисован. Другой. Что-то едет, что-то похожее на велик. И на ней что-то, какая-то сосиска зеленая ей. В общем, друзья мои, вот такая вот позитивная колода. То есть, заставляет подумать, что на ней нарисовано, что на ней изображено. Так что, если она вам понравилась, пожалуйста, покупайте. Ссылки, как я уже говорил, я оставлю в описании к этому видео. То есть, по своим качествам колода офигенная. То есть, скользит все хорошо. Раскладываются ленты все ништяк. Верятся они также на ура. Так что, если вы Очень творческая личность, Которая любит порешать какие-то загадки, головоломки, То не покупайте себе всякие кроссворды. Купите вот эту вот колоду И можете подумать, что же на ней хотели изобразить. Ну что ж, друзья. На связи с вами был Куликов Сергей. Он же Моряк. Я надеюсь, что этот обзор вам пришелся по вкусу. Потому что колода необычная. И заслуживает своего внимания. Ну что же. На Сим все. Давайте прощаться. Пока. И до встречи в следующих видео.